Привет, друзья! Я так рад, я так рад, потому что у нас получилось такое, как говорится, качественный переход. У нас как раз таки мы начали обсуждать проблемы человечности, о том, что мы вообще-то хотели создать совместно науку человечности, как многие помнят, да? Да, чтобы определить там основные понятия, слава Богу, я тогда их выделил среди множества-множества слов, это любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, созидание, ну, еще какие-то слова в ряд их поставил. Оказалось, что все эти свойства, они как бы едины, то есть если человек человек, то у него все это есть, он и способен сопереживать, и созидать, то есть это и есть критерии человечности. И вот сейчас мне очень обрадовало, что вот как только мы стали говорить об открытом сердце, видимо, это всех касается. Сейчас объясню, почему, как мне кажется. Тут столько, столько, ну, прекрасных людей, которые оказываются, сколько среди нас умных людей. Это удивительно. Это удивительно. Как только коснешься вопроса, касающегося человечности, моментально идет обсуждение. Настолько это нужно человеку, каждому. И круг общения такой нужен, человеческий. И атмосфера общения нужна, человеческая. И рассуждения нужны о человечности. И вот тогда, когда я изначально говорил, это пару лет назад, что создаем науку человечности, именно определяя вот эти общеупотребимые слова, любовь там и так далее, что мы их все просто для себя читаем по-разному, поэтому и разделяются люди в мире, не понимают друг друга, а мы создали бы единый общечеловеческий язык. Да, международный, единый. Помните, в свое время эсперанто пытались создать, а не получилось. Ну, вот это очень сложно. Единый международный язык. А вот это как раз таки, опираясь на человечность, потому что каждый из нас человек, по сути, творец, по сути, любовь. Это же все, все в одном едином зерне человечности. Вот так вот интересно. Обсуждая вот эти слова, делая из них общечеловеческие, понятные для всех, чтобы каждый не трактовал себя по-своему. Вот сейчас мы как раз таки к этому и пришли. Как только правильно задели открытое сердце, сразу все включаются со своими определениями. Да, это очень, очень, вот сейчас я чувствую, очень правильно мы идем. Правильно идем, друзья, я вам очень благодарен. Да, и пишите, пожалуйста, комменты свои все-таки, что же значит любить ближнего. Задавали такой вопрос и Христу, и он отвечал на этот вопрос, и все вроде бы там понятно. Но вот когда мы говорим отдельно слово «любовь», тут возникает много вопросов. Слишком это слово ассоциируется с эмоциями. А ведь отношения же могут быть любить ближнего не эмоциональнее, что его хочется прям обнять, как нам представляется, любовь. Потому что, ну, когда мужчины или женщины любят, влюбляются, им хочется обнять друг друга. Поэтому, когда они слышат слово «любовь», ну, ассоциации возникают такие, якорь такой. Ну, вот такой вот. На самом деле, любить человека, может быть, как я в прошлый раз говорил, может это уважать. Не обязательно эмоционально прямо так его хочется обнять, допустим, соседа, который вам все время спать не дает, стучит там или дрели там, стенку, или там что-то пилит. Да, как ты его любить будешь? Я никогда не мог этого понять. Я когда студентом был, я понимал, что надо любить человека, но я не понимал, как мне его любить, если он мне жить не дает. Понимаете? Вот, оказывается, есть такие вот, некоторые такие аспекты, которые требуют обсудить, чтобы мы все понимали друг друга. Да. И вот интересно, и в религии то же самое. Почему религии, которые должны служить по идее, по духу своему, миру на земле, почему они создают всякие противостояния между людьми на самом деле. Почему? Потому что в каждой религии именно суть, чтобы человек был человеком. И поэтому, когда в свое время сказали «Бог един», как раз таки, видимо, это была тенденция высказать главную идею, что чтобы мы все были вместе, чтобы мы не разделялись, люди. «Бог един». Это же значит, что... Это значит, это же была... Ну, динамика развития была вопреки там идолопоклонству и так далее. У каждого свой был идол и так далее. А это вот, что Бог един, это значит, что мы все едины. Это значит, мы все... Ну, это же просто объединяющая была идея. А почему-то она разошлась таким образом, что религии стали ссориться друг с другом. Да. Вот знаете, в чем дело? Мне так кажется, и, может быть, у вас есть свое мнение, пожалуйста, выскажитесь. Мне кажется, что вот эти вот... Дух такой идеи человечности, настолько, он настолько уязвим. Он настолько уязвим, потому что человек все время сталкивается с тем, что он, допустим, проявляет человечность, а ему в ответ по шее дают. Вот поэтому, наверное. Еще и потому, что есть духовная часть человека и материальная часть человека. То есть, с одной стороны, он хочет быть альтруистом, бескорыстным, хочет поделиться, подарить хочет, и рад, и счастлив, когда он делает добро. И в то же время, ему и деньги нужны для жизни, потому что у него есть материальная часть, и материальное тело, потому что и время у него ограничено. Потому что он же не может жить вечно, правда же? Если бы вы могли жить вечно, у вас бы не было такого потенциала в жизни. Именно на грани жизни и смерти, когда вы не знаете, когда умрете, именно рождается вот это вот высветление себя таким, каков ты есть. Чтобы понять, кто ты есть, чтобы еще поправить себе то, что ты еще можешь поправить. Это удивительная вещь. Вот сейчас мне пишут, например, комменты. Там одна женщина написала, что за что любить человека, если меня всю жизнь никто не любил. Я всю жизнь без денег, без квартиры. А вот ее зовут Марина Влади. Владим. А вот аватарка-то у него Марина Влади. Это значит, что человек хочет, чтобы ее любили. Мы все хотим. И ничего тут плохого нет. Конечно, мы хотим. Во-первых, когда нас любят, это безопасность. Все целесообразно в природе. И любовь тоже. Если вас любят, вы понимаете, что этот человек, который вас любит, он в какой-то степени от вас зависит. И, по крайней мере, вы с ним в какой-то безопасности, потому что он вас любит. Ну, есть там какие-то аспекты целесообразности. Есть. Но я сейчас не говорю о том, как этим можно манипулировать. Я не манипуляциями занимаюсь. Я как раз пытаюсь, чтобы манипуляций не было. Когда мы понимаем искренне, что такое любовь, мы не хотим манипулировать. А вы знаете, что интересно? И вот другая женщина мне написала, кстати говоря, не только она, а еще и двое мужчин. Я вам всем сразу хочу сказать, когда вы в ссоре находитесь со своими близкими, и вот говорите, как я могу его любить, или он говорит, как я могу ее любить, как я могу ее уважать. Вы знаете, это говорит только о том, что если бы вы открыли, открыли для себя с ним или с ней контакт, той грани человеческой, вы бы могли поговорить. Вы бы нашли вместе, нашли вместе истину. Вы бы нашли вместе, как перестать скандалить, как перестать быть в таком напряжении, раздражении, когда вам кажется, что вас не слышат, не уважают. Найдите, пожалуйста, человеческий подход к человеку, и вы увидите, он повернется к вам сердечной стороной. Ну, конечно, ну, конечно, у нас есть шанс всегда. Поэтому, если с кем-то поругались, дома, например, или там с соседями, у нас есть всегда шанс. Успокоиться, вспомнить науку человечности, которую мы еще создаем, 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 и вовлечение сюда людей, которые вместе с нами ее создадут, и еще переводчиков, которые будут переводить для всего мира на языки, науку человечности, как раньше сказали, Бог есть единый, наука человечности тоже будет общим международной такой, соединяющей всех, объединяющей язык, чтобы не было войн на планете, чтобы не было кризисов. Так вот, попробуйте успокоиться и вспомнить. Вот у вас есть человек, который не хочет с вами разговаривать. Сделайте такой опыт. И вы так приобретете в жизни многое. Вот этот человек, с которым вы хотели бы разговаривать, но не можете, потому что у вас все время конфликт, поэтому успокойтесь. Вспомните для этого, что мозг распределяет энергию напряжения, энергию свою уже на две доминанты, если вы создаете, когда вы нервничаете, вторую доминанту вот этим шиатсу, например, или ушки разминаете, или делаете хлёст, или делаете шалтай-балтай, ну, то, что вам подходит. И подумайте об этом. На волне, например, когда вы вот делаете волну, раскачиваетесь, думаете об этом. Подумайте об этом. Как к этому человеку по-человечески отнестись? Как к нему подойти по-доброму? Какие слова сказать, чтобы и он к вам повернулся по-человечески? По-человечески это значит с любовью. По-человечески это значит, простив себе все проблемы вот эти, которые у вас были, настроившись на то, что он человек, и вы человек. Ну, попробуйте. Это будет удивительно, потому что у вас возникнет человечность в отношениях. это очень важно. А все наши приемы, которые мы делаем, и хлёст, и шалтай-болтай, и лыжник, там и плавательные, и дирижирование, там и много разных приемов, выговаривание, проговаривание, рисование того, что вы думаете, и, короче говоря, много-много из чего вы выбираете, то, что вам комфортнее, и сам процесс подбора путем перебора развивает у вас творческое нешаблонное мышление. Да, 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 да. А всё это прикладное, это практика к этому нашему сейчас серьёзному разговору. Как относиться к людям по-человечески, чтобы мы все объединялись вопреки всем обстоятельствам. Я так долго говорю об одном и том же, но, как говорится, я хочу, чтобы вы услышали, услышали, услышали. У нас есть только один шанс в жизни, потому что сейчас идёт действительно очень большая турбуленция, и только человечность и человеческие отношения между людьми, соединение на основе человечности сейчас это точка опоры. да, как и всегда, как и всегда это было во всех эпохах перемен. Да, как и всегда это было. И сегодня тоже надо не забывать эти общечеловеческие ценности. любовь, любовь, сострадание, чувство бесценности живого, что душа это желание дарить, это радоваться, когда вы делаете человеку хорошо. До встречи, друзья. субтитры, Продолжение следует...